Александр Белоногов профессионально управляет любым автотранспортом, причем говорит об этом не только наличие всех открытых категорий в водительском удостоверении. На недавно прошедшем конкурсе профессионального мастерства он был признан одним из лучших. Сегодня его знают нефтяники с каждого из месторождений Когалым, эпох нефтегаза. Он водитель автобуса. Уже несколько десятилетий возит специалистов на работу в цеха добычи и обратно. Изначально даже, когда в детстве мечтал стать водителем, по стопам своего отца, что тут ничего такого неожиданного не было. Целеустремленно к этому шел, чтобы стать водителем. А первый ваш автомобиль какой? Рабочий автомобиль это Уралвахта 4320. Сегодня Когалымское УТТ одно из самых динамично развивающихся предприятий не только города, но и, пожалуй, округа. Количество единиц техники превысило отметку в тысячу, а пройденное ими всеми расстояние уже давно измеряется не просто километрами, а сотнями тысяч. Причем буквально одним щелчком компьютерной мыши можно узнать, где находится тот или иной автомобиль. Неважно, Тевлин это или ПОВ. Точное местоположение помогут определить спутниковые системы. Ну, запуск произошел в том году, получается, в 18-м году, в сентябре месяце. Охватило весь парк, то есть оснастили полностью весь транспортный состав. Ну, как бы, к чему за год привела нас экономия топлива. Со слов руководства предприятия, главной ценностью компании является не транспорт, а его люди. Честование лучших в честь профессионального праздника прошло в актом зале Центрального административного корпуса общества. Это почетные грамоты как за выслугу лет, так и за высокие показатели в труде. Хочу поздравить весь коллектив с наступающим праздником, Днём работников автомобильного хозяйства. Хочу поблагодарить вас всех за тот нелегкий, но в то же время и ответственный труд, который мы выполняем ежедневно. Такой праздничный день не оставили без внимания настоящих водителей и будущие автомобилисты. Воспитанники детского сада «Колокольчик» подготовили для специалистов Коголымского УТТ концертную программу. Еще одна особенность Коголымского УТТ, которую нельзя не отметить, это его семейственность. Супруги Гугля трудятся на предприятии почти 20 лет. Наталья работает диспетчером, ее муж Иван – начальником колонны. Так что День автомобилиста уже давно в один ряд с такими праздниками, как День рождения и Новый год. Мы всегда с семьей собираемся, дети нас поздравляют постоянно, не забывают про нас. Мы не забываем, друзей собираем на даче. Можно сказать, что это ваш семейный праздник? Один из самых. Для Ивана Гугли водители предприятия не просто коллеги, но и партнеры по команде на спортивных площадках. Его автоколонна – неоднократный победитель как внутренних, так и региональных состязаний общества. Насыщенная жизнь предприятия – еще одна добрая традиция предприятия. Сам личный я тоже участвую и привлекаю людей, стараюсь. На данный момент у нас это Коголымское УТТ. Спасибо руководству, что построили такой спортзал. Люди есть, куда ходить, заниматься. Курс, который сегодня взят руководством общества Коголымское УТТ, говорит нам о том, что предприятие будет удерживать высокую производственную планку. Денис Хисматуллин, Николай Сапожников, Николай Горкуша. Специально для новостей.